Фунчуза с мидиями. Приготовьте это азиатское блюдо у себя на кухне. Разнообразьте свой рацион, тем более, что такое блюдо будет богато белками и клетчаткой. Итак, поехали! Для его приготовления берем луковицу, нарезаем ее на кусочки. Напомню, что вы смотрите видео на канале Готовь Быстро, Ешь Вкусно и Худей. С помощью своих рецептов я похудела на 16 килограммов за 4 месяца. Хотите, также обязательно подпишитесь, будем готовить вместе. На разогретую сковородку высыпаем лук, туда же немножко его обжариваем и туда же добавляем замороженные у меня мидии. И все перемешиваем. В это время нарезаем, натираем, нарезаем морковку длинными полосочками, как можно овощерезкой какой-нибудь. Можно, в принципе, взять и на обычную терку. Ну, смотрите, так на овощерезке она смотрится поинтереснее и более в азиатском стиле. Морковку закидываем туда же к мидиям и все перемешиваем. Дальше в это время у нас закипает чайник. Чайник уже кипит, а мы нарезаем помидорки. Можно взять черри, можно взять обычные помидоры и порезать на кусочки. Напишите, как вы любите азиатскую кухню, вообще как к ней относитесь. А может вы сами где-то жили или живете в Азии и смотрите из Азии мой рецепт. Мне очень интересно, из какой страны. Итак, закидываем фунчозу в какую-нибудь емкость и даем ей пропариться. А в это время наши овощи на сковородке проходят процесс готовки овощей, но и мидии, соответственно. Вот так напитывается, пропитывается наша стеклянная лапша, как ее называют. Еще второе название фунчозы. И овощи уже практически готовы. Закидываем туда фунчозу. Она также приготовилась с кипяточки. И все перемешиваем. В принципе, еще пара буквально минуток, пара ингредиентов и наше блюдо готово. Все закинули, хорошенько перемешали и добавляем приправы. Посолить также не забудьте, а то скажете, что я про соль ничего не сказала, поэтому вы и не посолили. Солим по вкусу, добавляем специи. У меня смесь специй универсальная, смесь приправы универсальная и, конечно, какое же блюдо азиатской кухни без соевого соуса. И немножко я добавила острого перчика маринованного. Ну и все. Достаем, накладываем в тарелки и подаем к столу. Приятного аппетита!